Наносим песочный материал. Используем для нанесения вот такую вот кисть. Можно кисть взять пошире и по гуще тогда рисунок будет чуть другим, более масштабным. Наносим эта информация в первую очередь для тех, кто возможно делает первый раз и делает сам. Наносим примерно в районе метра квадратного. На первоначальном этапе наша задача просто нанести материал, не создавая никакого рисунка, просто равномерный слой. Впоследствии мы вернемся и будем дорабатывать, уже разгонять песок, который есть в составе краски, разгонять песок и тем самым формировать рисунок. А сейчас наша задача просто по сути нанести на поверхность наш материал. Материал итальянский, фирме Орегини. Еще важный нюанс, важно не оставлять четких краев, иначе потом у вас может получиться видимо стык между кусками. Поэтому делаем рваный край для того, чтобы визуально скрыть момент стыковки. Сейчас надо этапами больше снег. Теперь мы будем сейчас разгонять. Сэр, уже можно этот тротик разгонять? Сейчас вторым слоем, когда уже песок подсыхает, его становится больше видно и уже можно разгонять песок. Тут важно подловить момент и не упустить, потому что если вовремя не разогнать песок, то рисунок останется таким, каким вы его оставили в первоначальном виде, и это будет очень красиво. Поэтому сейчас возвращаемся и дорабатываем рисунок, разгоняем песок. То есть можно, если долго гонять, согнать его вообще в стручки, а можно и разогнать его в более масштабный рисунок. Материал дает работать с ним. Получается такой вот коврик. В принципе, песка мы нанесли много, поэтому у нас рисунок получается более или менее такой вот густой за счет того, что большой слой получился. ** ** ** ** ** ** Продолжение следует...